Ютуб по***ел, реально. В Ютубе полно преступников. Да. Большинство блогеров, которых я знаю, несчастные люди. Эдвард Билл может заработать 20-25 миллионов рублей. Вот, вот вам уголовный преступник. В ТикТоке могут стать популярными абсолютные бездарности. Ты сейчас говоришь, как старик. С ума сошел Николай. Невозможно искренить каперство, тем более невозможно поменять дела в Российской Федерации. У нас приплыли барыши, можно их косить. 4 декабря у меня большой релиз музыкального альбома. Три лайка будет. Двой и двух басистов. Я летаю, как ракета, он меня не в связи от этого. Фу, Соболец. Лживый журналист из Forbes. Дурачок, что ли, не понимал. Ты меня пригласил в интервью, а не я тебя пригласил куда-то. Поэтому давай ты будешь навести себя немножечко по-другому. Ну, возможно, ты там пойдешь по пути Эрика Давидовича и так далее. Будешь много приседать в тюрьме. Не копай себе могилу, как говорится. Но, ребята, Николай Соболев вернулся. Привет, друзья. Это Forbes Digest. В этом году наше издание составило первый рейтинг самых богатых ютуберов России. С ним вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке под этим видео. У нас в гостях 12 номер этого рейтинга. Николай Соболев. Здравствуй, Николай. Здравствуй. Почему, когда я сказал, что у нас в гостях будет Николай Соболев, коллеги, знакомые отреагировали так. Фу, Соболев. Соболев, этот Соболев, как будто наступил во что-то липкое. Почему так происходит? Я думаю, что, может быть, они подумали про Илюху? Нет, про тебя подумали. Про меня подумали, да? Ну, слушай, наверное, в первую очередь нужно спросить у коллег, у знакомых про их отношения и как формировалось их мнение, потому что сложно отвечать за других людей. Он хайпит. Он использует грязный такой хайп. Он инициирует свои там побои, драки. У людей достаточно старая информация. Зимняя вишня, она от тебя до сих пор никак не отлипнет. Слушай, ну, люди растут, люди эволюционируют. Я думаю, что ты тоже делал много глупостей, когда тебе было 20 лет, 23 года. И когда на тебя сваливается большая популярность, и ты не понимаешь всю ответственность, но ты иногда совершаешь какие-то промещевые действия. У меня таких было несколько. Зимняя вишня, избиение самого себя. Это был тот период времени, когда я пытался действительно всеми силами хайпить и пытаться удержать свою упоминаемость для того, чтобы заработать себе рейтинги и заработать деньги в то самое жирное время в 2018 году. Потом произошел случай, инцидент с парком Горького. Парк Горького – это место, после которого не очень хочется возвращаться в Питер. Когда я был вписан в определенную политическую историю, в политический контекст, эта история многому меня научила. И я сделал какие-то определенные выводы и сделал выбор. Потому что любой человек в своей жизни делает определенный выбор, каким человеком он хочет быть. И в тот момент времени я руководствовался определенной стратегией развития своего канала, которая приносила мне определенные дивиденды, но не приносила мне какого-то определенного репутационного уровня, благоприятного для меня. И в один момент я просто понял, что нет, так я продолжать свою деятельность не хочу в первую очередь, а во вторую очередь, естественно, таким человеком я не хочу являться. Ты не хочешь больше хайпить, не хочешь… Нет, дело тут не в хайпе на самом деле. Дело в том, какими методами это достигается. И вот тот самый грязный хайп, о котором говорят твои коллеги. Ну, желтуха такая, желтуха. Такая желтуха и вбросы, перформансы. Между прочим, начал я их устраивать даже чуть раньше, чем Моргенштерн. Сейчас он идет по этой линии развития, но у него совсем другой образ. Дело в том, что я всегда занимался… Я занимался социальными экспериментами, я занимался какой-то социальной деятельностью. Конечно же, мне это было совершенно не к лицу. Но я по натуре был таким человеком, который, знаешь, очень любит авантюру. И, конечно же, я был неправ в большинстве случаев, на самом деле, наверное. То есть люди, они все видят, люди, они понимают, где искренне, где нет. И меня ругали не зазря. И твои коллеги, вероятно, ко мне относятся негативно. По старой памяти тоже не просто так. Поэтому я их понимаю, принимаю их мнение. И, безусловно, я их прощаю. Можешь им передать? Тебе самому за это было как-то стыдно? Как ты вообще это все переосмысливал внутри себя? Я стараюсь в своей жизни ни о чем не жалеть. Потому что если бы не было этого опыта, то я бы не был бы сейчас таким человеком. И, возможно, допустил бы гораздо более серьезные ошибки в будущем. Вот когда ты натыкаешься на историю с Парком Горького, ты становишься гораздо более внимателен к рекламодателям, которые тебе приходят. И вообще, в принципе, к своей аудитории ты относишься по-другому уже совершенно. И к себе самому ты относишься по-другому. Я, как ты видишь, наверное, за последние два года нигде грязно не появлялся, нигде не светился никаких инцидентов, связанных с политической повесткой или с какой-либо хайповой, как ты говоришь. В общем, мне очень обидно, что слово «хайп» достаточно приятное, достаточно звучное, звучное, которое когда-то появилось и стало даже, по-моему, словом года на YouTube, начало иметь исключительно негативный окрас. В хайпе ничего плохого нет. Любой блогер или артист, который говорит, что он не хочет заработать себе аудиторию, не хочет заработать деньги, не хочет похайпить, он лицемер и, безусловно, говорит не искренне. Потому что в любом случае задача любого творца, если так можно громко сказать, это получить определенный отклик от своей аудитории и получить определенное зрительское внимание. У нас в этом году вышел первый рейтинг ютуберов на Forbes, ты там на 12-й строчке, 600 тысяч долларов. Из чего складывается эта сумма, расскажи нам. Это вы мне расскажите, у вас же вышел рейтинг. Это верная сумма, что тысяч долларов? Ну, не совсем верная сумма, я вообще, в принципе, всегда со скепсисом отношусь к подобным расчетам, потому что ни один блогер, ну, исходя из контрактов, которые подписываются рекламодатели, с рекламодателями не может разглашать точную сумму. И на самом деле ни Forbes, ни Forbes Universal, ни Forbes Meshgalactic не может знать никаких сумм заработков никого. Моя сумма, ну, приблизительно меньше. Я в этом году в основном тратил на свою деятельность деньги, нежели чем зарабатывал. У меня другая была установка. Не навариться в плюс, а просто свести актив с пассивом для того, чтобы остаться там при своем каком-то благоприятном нуле, имея определенную финансовую подушку, потому что я не транжира, как многие блогеры. Я не трачу все, что я зарабатываю. Несмотря на то, что самое глупое, что я мог сделать, это купить себе восьмерку в 2018 году за 10 миллионов рублей. С ума сошел Николай. На тему рейтингов, на тему заработка. Из чего образуется? Это реклама на канале, реклама в сториз Инстаграма, реклама в Инстаграме, какие-то частные случаи приглашения на мероприятия, партнерка от Ютуба. Ну, у меня это в целом копейки, потому что последний год я выпускал два видеоролика в месяц. Какой у тебя был самый жирный год с точки зрения заработка? 2018. Какая сумма тогда была? Больше миллиона долларов тебе удалось поднять? Да, я думаю, что да. Был месяц, когда я заработал, по-моему, 8 или 9 миллионов рублей в один месяц. Это без каперов. Только реклама? Только реклама, да. Был такой месяцочек. Можно вспомнить, облизнуться, потому что комфортно было, так скажем, жить и осуществлять какую-то свою деятельность. Если бы я тратил еще меньше, возможно, я мог бы еще больше сейчас вкладываться, инвестировать. 2020 год. Да. Что случилось вообще? Рынок рекламы сузился, сжался. Мы, на самом деле, все блогеры ожидали, что будет рост рекламных предложений и рост просмотров на Ютьюбе, потому что карантин все люди сидят дома и будут смотреть. Это было ошибочное осуждение, потому что большинство людей, которые запирались на самоизоляцию, в итоге смотрели не блогеров, а сериалы. И в итоге многие рекламодатели, естественно, потеряли деньги. Ну, отпало там на несколько десятков миллионов в первый месяц карантина у нас от агентства доходов. Доходы падают. Рекламодатели уже не так легко закупают именно пакетами интеграции. И все стало, на самом деле, действительно похуже в плане интеграции. Ну, примерно на сколько? Процентов на 20? Да. Ну, это как бы очень ориентировочно. Процентов на 20, мне кажется, рынок подпросил, может быть, даже больше. У кого как, как бы, получается. У «Что было дальше» ничего не просело. «Что было дальше» — шоу, в котором комики слушают истории гостей. И угадываем, что было дальше. Рекламодатели, знаешь, как будто сузили список блогеров, в котором они охотно заходят. То есть раньше просто были шире пакеты. То есть приходят блогеры, как это обычно происходит, в рекламное агентство, закупают сразу же рекламу пакетом. Ну и все. Там, типа, несколько блогеров, там, 20-30 блогеров, давайте 50, ладно. А сейчас уже, знаешь, как бы более точечно. Твоя история с биткоином. Ты в 2018 году купил биткоин, и вот в разных источниках мелькали суммы, что ты потерял 2,5 миллиона рублей. Что это было, расскажи об этом. Ну, в районе трех я, по-моему, потерял. Слушай, я не только биткоины закупил, а купил ферму. У тебя дома стояла такая шипучая вещь? Нет, она стояла в Кемерово. Ну, просто так получилось, что там было заводское с дешевой электроэнергией было помещение. В итоге там стояло несколько ферм, которые приобрели несколько человек. Потом биткоин упал, а фермы очень быстро амортизировались. И в итоге ферма, которую я купил, даже страшно, блин, говорить за сколько. Мне стыдно до сих пор. Ну, давай. Ну, типа, там, по-моему, 2 миллиона рублей она стоила. 2 миллиона рублей. Ферма. В итоге она подешевела. Ну, мне кажется, так не амортизируется, не дешевеет даже Rolls-Royce после вывоза из салона, да, знаешь, типа, там она упала до каких-то невероятных глубин. Сейчас не жалеешь? В принципе, мог заработать же. Биткоин подорожал. Все, опыт. Я ни о чем не жалею. Я говорил в начале интервью. Это моя философия по жизни. Сейчас ни во что не инвестируешь деньги? Я инвестирую в себя деньги. Мне кажется, что это наиболее правильно. Ты сказал, что купил восьмерку. Это BMW... 850-я, да. Сколько? 10 миллионов она стоила? Это не оправданная покупка? Нет, конечно. Ну, какая оправданная покупка машины за 10 миллионов рублей? Просто до этого ты в интервью рассказывал, что у тебя была... Пятерка, да. Пятерка. И ты тоже говорил, что она была не оправданная. Нет, это была оправданная. Это было нормально. Ну, тоже как бы многовато я загрузил на нее, но это была оправданная покупка, исходя из того, что там было... 5 дверей, как бы. Пятидверная машина была, а не трехдверная, как восьмерка. Ну, типа, багажник и две двери. То есть это купе. Это ужасно неудобно. То есть покупать машину за 10 миллионов, которая не позволяет тебе взять пассажиров назад, ну, это чушь просто. Ну, знаешь, как бы... Еще один опыт горький. Все играются в купешки. Все, кто начинает зарабатывать деньги там в 20 лет, все играются в эти купешки. Ты такие, ой, купешка, какая классная машина. Те, кто уже приобретал купе, говорят, не надо, ребята, это пиздец. Ну, а мы такие, ну, почему бы нет, красиво выглядит. Ну, ладно, я не так часто кого-то вожу. Вот такая вот, знаешь, у всех отмазка. А потом в итоге ты вот понимаешь, что чуть почаще ты возишь кого-то, чем тебе казалось. Потому что раньше ты не обращал на это внимания. Теперь каждый раз приходится вставать, выходить. Выходишь машину за 10 миллионов, выходишь из нее, чтобы кого-то пустить. Ну, чужие. А ты отвлекаешь дверь, ждешь минуту. Вдвигаешь дверь, как будто ты личный водитель кого-то, а не как будто бы ты человек, который потратил такую невероятную сумму на какую-то игрушку, железо. Это пока что твоя самая крупная покупка? Да. Ты у Дудя рассказывал, что мечтаешь о квартире в Москве? Я не мечтаю о квартире. Какую-то хрень у Дудя нес постоянно. Честно говоря, я недавно только в первый раз пересмотрел интервью это и такой... Слушай, ну согласись, что Шуругин сексуальная баба. Ну да. За кого ты голосовал на последних выборах в Думу? Ни за кого. Ты не ходил на выборы? Нет, не ходил. Считаешь ли ты это правильно? Насколько состоятельные у тебя родители? Настолько состоятельные, что я мог бы вообще в принципе в жизни ничего не делать. Костюм классный, да? Да хрен знает. Не знаю даже, что похвалить. Где ты его купил? Да это Заровский костюм какой-то. Я понял, да. Я, короче, не знал, кто такой Дудь, когда шел на интервью. Вот в чем прикол. Я не то, чтобы не знал вообще. Я просто слышал где-то, вот какой-то чувак берет интервью. Для меня это было, как не знаю, как сейчас любой человек, который берет интервью, кроме Дудя, знаешь, то есть я шел туда просто как наивный мульчуган в 23 года, который только что с дуру сходил к министру культуры, понимаешь, и такой весь правильный из себя. Невероятно, знаешь, как бы, ну... Я не сформировал свою политическую позицию. Я не знал, что мне нужно. Я не знал, кто я. Я не знаю, зачем. Я все это делал. Просто свалилась куча денег, свалилась куча популярности. И вот я перед Дудем сижу, а он такой маститый 32-летний молодой человек, который работал на телевидении и уделал меня просто в одни ворота, как бы. Я даже не понял, что со мной такое происходит. Ты сейчас сидишь, пересматриваешься, и такой, блин... А почему я вообще позволил с собой так разговаривать, когда Дудь меня начинал... Почему я тогда не сказал, Юра, ты меня пригласил в интервью, а не я тебя пригласил куда-то, поэтому давай ты будешь навести себя немножечко по-другому. Если ты хочешь поговорить о моих бритых ногах, я могу тебе показать... Нет, мы вот сейчас видим, что ты пришел с дырявой коленкой. Да, с дырявой коленкой. Чтобы таких вопросов не возникало. Специально, специально, да. Я не знаю, типа издевался немножко Юра, я его могу понять, я бы на его месте делал бы то же самое абсолютно, поэтому никаких обид. Юра прекрасный человек на самом деле. Мне так нравится, когда он по-отечески пишет мне в Телеграме, мол, Николай, я посмотрел интервью с тобой на канале Вписка, и ты нам очень сильно гонял. Ты чертову! Расходим, блядь! Я вот хотел бы тебе сказать, во-первых, что это очень опасно, во-первых, всегда пристегивайся и старайся все-таки гонять поменьше. На машине я быстро езжу, и он начал волноваться, как бы переживать. Написал мне большое такое сообщение, мне было очень приятно, реально, спасибо ему большое. Последний ролик на своем канале «Досвидание, Ютуб», ты так попрощался со всеми, сказал, что завершаешь карьеру видеоблогера на какое-то время. Всем привет, меня зовут Николай Соболев, и я знаю, вы думаете, сейчас как же эти блогеры достали эксплуатировать эту вечную тему, я устал, я ухожу, последнее видео на канале. Я расстаюсь с Ютубом. «Досвидание, Ютуб» это очень важное название, потому что не прощай, Ютуб. Ну да, я понимаю, что ты всегда не уйдешь. И речь шла, иначе мы здесь бы не сидели. Конечно же. Я сказал, о завершении данного этапа видеоблогерской карьеры. К завершению этого этапа я шел очень долго. Был переезд в другой город, была смена окружения, была смена своей философии, мировоззрения, полный сдвиг всех моих приоритетов и ценностей. Раньше я думал, ну ладно, раз приплыли барыши, вот эти все деньги, можно их косить. А зачем? Непонятно. И какая цель финальная, и кем я хочу быть, тоже непонятно. Переехав в Москву и немножко окрепнув, так скажем, я определился для себя и начал заниматься немножечко другим. Быть человеком, который просто обозревает какие-то новости, это даже не то, с чего я начинал. Вообще, в принципе, изначально мы начинали нашу деятельность YouTube с создания разных социальных экспериментов, разных проектов. Ракомакофо, я помню. Очень круто было. Очень было круто, да. Потом мне был нужен какой-то легкий формат, потому что Ракомакофо был не прибыльный проект, а у меня, как у любого подростка в 23 года, была одна мысль, как бы заработать себе на тачку и так далее, но что-то подобное. И на самом деле такие ценности диктовало мне мое окружение, безусловно, потому что появилось много успешных, мега-успешных людей, которые проповедуют вот эту теорию об успешном успехе. Я написал книгу. Вы на Форбс точно не против денег, на самом деле. Я понимаю, нет, я тоже не против денег, это достаточно глупо, там, протестовать против больших заработков. Но, опять же, важно какие-то цели ставить помимо финансового благополучия и финансового заработка. И вот я ставлю себе совершенно другие творческие цели сейчас. И отказался от этого формата обзорщика, потому что, ну, не отказался, а отошел, как минимум, вот от этого визуального восприятия. Может быть, не полностью и так далее, потому что я не считаю, что это плохо озвучивать какие-то свои мысли, особенно если ты умеешь хорошо разговаривать. Но, как минимум, мое амплуа на Ютюбе и мое амплуа в жизни, там, на интервью, оно должно поменяться, исходя из того, чем я занимаюсь сейчас. Я читал на одном из новостных порталов, что ты собираешься заниматься журналистикой. Это правда? Мне очень забавляет, что на новостных, как я понимаю, журналистских порталах говорят, что я собираюсь... Это какой-то, ну, это какой-то, наверное, слух. Ты разносишь слухи, получается? Нет, нет. Ты разносишь слухи. Извини. Мои коллеги будут говорить про тебя. О, ты тот, этот лживый журналист из Forbes. Ну, что такое реально? Фу, фу. Так, ты хочешь заниматься журналистикой, это правда или нет? Слушай, ну, я на самом деле всегда считал, что я в определенной степени журналистикой занимаюсь, она просто такая авторская и в упор на субъективную оценку происходящего. Ладно, допустим, у нас комментаут это теперь какая-то социально важная передача. Окей, окей, я понял. Ну, вот вы ни разу не задумывались авторы комментаута, Гудков и вот другие там люди, а вот стоит ли вообще эти темы вот так вот поднимать? Что с вами? Очнитесь! А, ну, нет. Я хотел заниматься журналистикой в 2018 году, когда переехал в Москву как раз таки, я подумал, ну, здорово, я типа вот снимал вот эти обзоры, все дела, сейчас можно заняться чем-то наподобие того, что потом начала делать канал редакция. Я хотел идти по этому пути, я собрал команду единомышленников, которые тоже, в принципе, им это было близко, мы начали заниматься этим, также создавали какие-то авторские, гостевые даже проекты, ну, не интервью, а вот что-то мы поинтереснее хотели придумать, что-то менее тривиальное. И в итоге я понял, что, ну, это просто не мое, точнее, мое, возможно, в какой-то степени, но это не то, на что вот у меня глаз горит. Мне захотелось что-то действительно создавать, и что самое главное, я почувствовал не только силу, но и бешеное желание это делать. 4 декабря у меня большой релиз музыкального альбома из 21 трека, мы его писали полтора года, ну, сразу же откидывая твои вопросы, почему вновь какой-то блогер там начал лезть в музыку и так далее. Родился в рубашке, но в этом тоже нет моей личной вины, да, я родился в рубашке, в пиджаке на фоне кирпичной стены. Там больше денег сейчас? Вот видишь, вот видишь, как ты мыслишь. Денег, возможно, больше, но типа идти за деньгами куда-либо, вообще, в принципе, ну, YouTube ты идешь или в музыку, это самое, ну, стыдное по отношению к самому себе занятие, на самом деле. Потому что, ну, хрен ты что заработаешь, если ты просто хочешь монетизировать свой контент. У тебя должно как-то к этому лежать все-таки. Ну, это, знаешь, такие банальные слова, которые обычно говорят всякие Тони Робинсон на инфобизнес-тренингах. Ну, в целом, ими должны руководствоваться все по жизни, что есть заниматься тем, что тебе хочется делать. И это главная моя задача, заниматься тем, что я действительно хочу делать. И у меня есть такая возможность финансовая, потому что у многих, к сожалению, ее нет, а заниматься музыкой, не имея никаких, никакой финансовой подушки, ну, достаточно сложно. Достаточно сложно просто продвинуться с этой музыкой. Мы собрали команду людей, вот. Это лейбл какой-то ты делаешь свой? Нет, нет, нет. Опять про деньги. Опять про деньги, лейблы и так далее. У нас была такая идея с Яриком, который директор Вайлджема, создать лейбл. Это была скорее его идея, да, альфторговец. Я воспринял это, честно говоря, со скепсисом. Почему ролики-то выходят так редко? Почему вот с Ютуба было объявлено, что я беру определенный перерыв, ухожу на время? Потому что все мое время было занято совсем другим. То есть это 8 часов сессии почти каждый день, ну, как минимум две недели в месяц мы там проводили. То есть это большое количество времени, это тысячи часов на студии. Это с нуля ты учишься писать тексты, с нуля ты учишься создавать вокальные партии и вот все, что с этим связано. И мы за полтора года написали больше 60 демок, 60, то есть это 60 набросков. Из них сформировали какой-то определенный список из 21 трека. Это не рэп, потому что до этого, ну, всю свою жизнь я занимался вокалом, на самом деле. Вот именно поэтому как бы в музыке у меня душа лежит. У меня очень музыкальная семья. Моя мама была главным концертместером Мариинского театра, крестная моей бабушки. Она была вообще народной артисткой Советского Союза и наш лучший друг семьи, это тоже народный артист Советского Союза, Олег Михайлович Виноградов, главный балетместер Мариинского театра. То есть всегда я находился в какой-то творческой атмосфере. Я был солистом хора, дальше я работал в Кабаре, два года я выступал. В Кабаре Есенин было такое замечательное место на Озерках в Петербурге. Это был большой ресторан концертный, и мы там ставили программу, которая называлась «Чиновник шоу». Мы на самом деле делали сатиру на политическую повестку и политическую... Это была сатира, реально. Как бы странно это ни звучало, это была Кабаре-политическая сатира на все происходящее в России. Все оттуда, из Кабары в Озерках. Вероятно, да. Эти ночные репетиции ложился в 8 утра. Вот тогда, кстати говоря, я сбил режим и до сих пор не могу его восстановить уже 7 лет. Ты поздно просыпаешься, да? Очень поздно. Ну, то есть я просыпаюсь там в 14-15 часов дня, засыпаю обычно в 6 утра. Тебе никак на здоровье еще не сказалось? Пока нет. Я верю, что я через 5 лет буду сидеть на интервью и говорить, слушайте, я сделал выводы на самом деле. Уже немножко такой покосившийся, уже немножко сгорбившийся я такой буду сидеть, я сделал выводы. Не надо было так делать. На самом деле, все от семьи, понятное дело. И кабарет семьи, и то, что я сейчас делаю, это все благодаря моим родителям, потому что, ну, они всегда создавали для меня благоприятную атмосферу. Делай, что хочешь, главное, чтобы тебе нравилось. Вот эта мысль, она культировалась во мне. Я, к сожалению, сбился на деньги, на фейм, на эту всю известность и так далее. Немножко меня унесло не в ту сторону, но, ребята, Николай Соболев вернулся немножко в другом амбличе, немножко в другом амплуа, заряженный, как никогда. То есть мы хотим создать проект, который мы сами можем послушать, и нам будет не стыдно от всех этих жу-жу-жу, три притопа, два прихлопа. Тусим, е, ребята. Память — это песок, и время словно пожар, мечты и стекла, ты часто сиплется в фраг. Я все давно известно, оттяжело глубоко внутри, руины королевства, ты были раньше, ты и я, я и ты. А вдруг не сработает? Ты же уже сидишь на этой игле 100% больших цифр, больших просмотров, больших заработков. Важно, понимаешь, заявить о себе в первую очередь. То есть самое главное первым релизом показать людям, что мы можем делать качественную музыку. И для себя это тоже хочется уяснить, понять и зафиксировать. Я пытался создавать музыку, которая была бы мне близка. Почему не делать музыку для ТикТока? Ты сотрудничаешь с Вайлджемом, с Ярославом Андреевым, прекрасным, прекрасный Даня Милохин, отличные прослушивания, классные просмотры, супер заработки. Ну так извини меня, когда я начинал проект на Ютьюбе, тогда самым модным направлением были челленджи, там трэш-наказание. Но я всегда руководствовался мнением о том, что создавать нужно свое, и ты должен устанавливать тренды. И у нас это не раз получалось и с пранками, и с новостями. Все-таки я первый человек, который в России начал снимать на Ютьюбе новости про блогеров. Что скрывает звезда миллионов Гусейн Гасанов за дорогими костюмами и автомобилями? И сделал этот формат реально популярным. И сейчас мне хочется сделать что-то свое, для того, чтобы за мной последовали люди, а не я следовал за какими-то тиктокерами, которые создают... Какими-то тиктокерами? Ну, для меня это какие-то тиктокеры, я хочу пояснить сразу же. Ты сейчас говоришь, как старик, знаешь? Скажи, пожалуйста, вспомни какой-нибудь легендарный, какой-нибудь самый запоминающийся тикток Вали Карнавал. Или Юли Гаврильевны. Вот что тебе запомнилось больше всего из их творчества? Ах, иногда я говорю себе, хватит жрать, Катя, но потом продолжаю жрать, потому что я не Катя. Да, когда вот она рот под Егора Крида открывает. Эта девочка топ, воу, круче, чем фотошоп. В сердце пули как глоб, пью, ты для нее не готов. Не-а. Или когда она ничего не делает, например, или когда предсказание появляется на экране. Ну то есть, а что это за контента такой? Я твой самый легендарный ролик тоже сейчас не вспомню. Они примерно одинаковые. Человеку плохо. Не помнишь такое? Нет. Да, вот когда люди в Америке и в России лежали, Валя Карнавал тоже свой легендарный тикток помнит. Не будем им бежать девочек. Ну подожди, подожди. Ты же понимаешь, что это достаточно разные энергетические усилия. Создание пранка в двух странах. Конечно. И создание тикток, где открываешь рот под песню. Ну то есть, мы не будем это сравнивать. Я не буду это сравнивать. Я прекрасно отношусь к тиктокерам как к новому и популярному направлению блогерства, которое имеет определенный спрос. У меня никаких претензий к ним нет. Есть платформа, которая выстроила прекрасный алгоритм продвижения. И появились люди, которые первыми этим воспользовались. Которые стали популярными, ну в основном, исходя из своей какой-то визуальной оболочки. Многие из них, вероятно, талантливые ребята и создают какой-то, может быть, еще качественный контент. По крайней мере, я хочу в это верить. Но я его пока что еще для себя не увидел. И никакой творческой ценности для меня в тикток-контенте нет и быть не может. Во всяком случае, если брать большинство видеороликов. Но для меня все-таки это не так энергозатратно, как, знаешь, когда мы на ютубе в 2015 году много что снимали. Как ты можешь сравнить бэткомедиана, например, на пике успеха или людей, которые создают контент в тиктоке? Ну ты же понимаешь разницу? Это совершенно разные вещи. А как ты считаешь, нужно ли в 2020 году вот так париться? Можно сказать так. Не нужно париться, потому что даже не запариваясь, можно заработать. Тут какая у тебя цель, понимаешь? То есть что ты хочешь создать? Какое наследие после себя ты хочешь оставить? Ты когда снимаешь ролики на ютубе уже 6 лет и уже достигал любых цифр. У нас есть 20 миллионов просмотров. По 15. У меня на клипе, даже на старом, в 2018 году, который выложил, 13 миллионов просмотров. Каждый ролик там набирают приличные суммы и в целом как бы это два канала по 5 миллионов подписчиков. Да ты перестаешь уже так запариваться на эти цифры. Кратко зарабатываешь деньги там по... там вот зарабатывал я 9 миллионов. Я что, был счастливее, чем сейчас что ли? Или что? Я сейчас зарабатываю не такие деньги условно. До этого я зарабатывал вообще там посредственные какие-то цифры у меня были. Я что, в какой-то момент времени был более счастлив, исходя из пропорционально деньгам, которые я зарабатывал? Да нет же. Да не в этом смысл нашей жизни. Смысл не в том, чтобы обогатиться просмотров. Нет, я даже не о деньгах говорил. Смысл в том, чтобы делать что-то, что тебе нравилось. Тони Робинсон. Это не Тони Робинсон. Это философия нормального человека, не того человека, который приехал в Москву только для того, чтобы заехать в Москва-сити, снюхивать дорожки каких-то наркотических вещей, вот так вот разбрасывать из окна деньги, а потом сеть в депрессии там спустя месяц, как это вот у многих блогеров там происходило на моей памяти. Понимаешь, что это дело? Они все думают, что получая заработок, они сразу же смогут вложиться в что им нравится, купить машину и стать невероятно счастливыми людьми. Такого не происходит. Счастлив ты только тогда, когда ты занимаешься делом, которое тебе нравится. Я счастлив, истинно, когда я приезжаю на студию и ебут с ребятами, зная, что мы создаем реально крутую музыку, а не ту музыку, которую можно потанцевать вот так вот в ТикТоке или открыть под нее рот, и все, и ты замызешь песню через полу. А если она никому не зайдет? Точно расставаешься. Никому не зайдет, да? То есть получается вообще никому. То есть мы это думаем... Три лайка будет. Двое и двух басистов. Ну, вряд ли такое произойдет. Нет, гипотетически. Может быть, все, что угодно, но знаешь, как-то никогда такого у меня пока еще не получалось. То есть, смотри, мы начинали свои проекты всегда. Может быть, со старта что-то не сразу же было идеально. Мы в Ракомакофое, когда я новости начал обозревать. Но потом, когда ты ориентируешься в этом пространстве и начинаешь понимать спрос, а я очень хорошо анализирую именно спрос людей, понимаешь, в чем дело. И могу подстраивать свои интересы и подстраивать интересы людей, находить какую-то золотую середину. То, что и мне нравится делать, и то, что людям нравится делать. Сейчас мы создаем творческий проект, который, безусловно, не направлен на что-то экспериментальное. Это не какой-то хаос и так далее. То есть, это в целом популярная музыка. И знаешь, меня часто спрашивают, а какой план Б? Какой план Б, если не зайдет там что-то? План Б – это просто создание второго альбома. Пару лет назад, три года назад были там популярные песни «Нойз МС», «Оксимирон», такие политические лозунги. Как-то это все витало в воздухе. И я сижу в темноте, и она не хуже в комнате, чем темнота снаружи. Горазанам по барабану, кто капитану штурвал, и не дай бог не горе, а тума. Сейчас, если зайти в Apple Music, ну вообще посмотреть, что в тренде, «Моргенштерн». Такая музыка, которая вообще никак социальные тренды, никак социальные проблемы не отражает. Люди создают не музыку. Люди создают инфоповоды. Каждая популярная песня – это какой-то перформанс. Песни становятся популярными не из-за того, что там хорошо написана музыкальная партия, прекрасно сыграна аранжировка, трек невероятно здорово сведен и так далее. Музыка становится популярна из-за фитов, из-за того, что она заходит в ТикТоке. Я захожу, например, в Boom, приложение, которым я пользуюсь, и я смотрю, ну, что в популярном. Я, ну, охреневаю. Последнее, что я видел, что меня просто поразило в глубину души – это, ты не слышал, песню «Клеит» от исполнительного була? Нет, не слышал? Я летаю, как ракета, он меня несет, я цвету. Я включил, я не поверил, что это на первом месте. Я подумал, может, как-то купить можно это место или что-то в этом роде. Там не в ритм, ну, сведение там не буду говорить, но сведение как сведение, ладно, бог с ним. Там не в ритм, то есть не расставлена по сетке партия, и не в ноты. То есть не в ритм, и не в ноты на первом месте. Главное в песне – это, там, душа, это, то есть, эмоциональный какой-то посыл и так далее, но не в ноты – это, мне кажется, немножечко непростительно. То есть как бы, ну, Моргенштерн не в ноты не поет, и поет в ритм. Это как бы основа музыкального жанра, понимаешь? То есть ты можешь избегать куплетно припевной формы, можешь делать все, что угодно, но читать не в ритм и петь не в ноты, ну, мне кажется, что это как бы, ну, совсем странно. Отец вложил в тебя какие-то предпринимательские навыки, какую-то жилку? Какая-то жилка, она есть, но она, наверное, сформировалась генетически. То есть я не могу сказать, что, во-первых, моя мама меня ограждала от музыки в какой-то степени. Она говорила, делай, что хочешь, ничего мне не запрещала, но вот именно музыкой заниматься, она не то, чтобы меня побуждала, не то, чтобы она как бы пыталась меня зажечь, на эту тему, потому что она работала в Мариинском театре. Огромное количество выпускников консерватории по специализации, там, вокал или что угодно вообще, они в итоге становятся алкоголиками в нашей стране, к сожалению. Бедные театральные работники не могут найти свое призвание. Это сейчас появился интернет, а в 2000 году заниматься вокалом и создавать свою рок-группу или что, ну, это бред немножко. Все этим грешили, но у кого получилось, давайте перечислим по пальцам одной руки. Вот, и безусловно, я всегда был творческий, выступал там в школе, на всех капустниках и так далее, но мама никогда меня вот не приводила там лишний раз в театр, потому что думала, ну вот все, я этим заболею, короче, и жизнь моя закончится где-нибудь в однушке на окраине, ну и так далее. Ну, а понятное дело, что все мамы хотят для своих детей самого лучшего. папа, ну да, он там приобщал меня как-то к бирже Форекс, мы помним, даже как-то торговали, когда мне было лет 13, но вообще занимался другим на самом деле. То есть мне нравилось очень писать, я с 12 до 14 лет огромное количество времени провел за письмом. Я писал книгу, да, да, тогда, но это были фэнтезийные рассказы. Все лето, вместо того, чтобы гонять во дворе в футбол или, не знаю, там, бухать блейзер во дворах, я занимался исключительно тем, что я писал. Оттуда, наверное, вокабуляр развился и так далее. И вот, возможно, вся моя вот эта вот блогерская деятельность, она как раз-таки берет корни вот с того момента времени, когда я исписывал под 27 ручек за лето гелевых. Что-нибудь вышло из этого? Нет, конечно, ничего не вышло, никогда не выйдет. Я иногда, знаешь, приезжаю на свою старую квартиру и так перечитываю, думаю, блин, а, неплохо на самом деле для 12 лет. Ну, достаточно плохо для того, чтобы это кто-то когда-то увидел, понятное дело. Я вот любил эту тему всю, знаешь, там, анкеты, дневники, вот что-то писать, что-то оформлять очень аккуратно и так далее. Вот я очень аккуратный был человек всегда. У меня всегда было все очень структурировано. Знаешь, была какая-то стратегия, как говорят, была какая-то тактика, и я ее придерживался. Расскажи о цензуре на Ютубе. Две стороны, да, цензура какая-то правительственная, я не знаю, этот самый номер, о котором ты все время в своих выпусках рассказываешь, который тебе звонит и угрожает, и цензура со стороны самого Ютуба, о которой печется наша Госдума, внося законопроекты. Я думаю, ты слышал эту новость из-за того, что там Владимир Соловьев со своей программой перестал попадать в тренды. Я могу сначала про номер пояснить и раскрыть истину, кто же мне все-таки звонит. Мне звонит мой хороший друг как раз-таки Ярослав, эльфторговец, и говорит, Коля, ну, пожалуйста, мне прилетает. Ну, от разных инстанций и так далее. Мы не будем сейчас называть по именам, хотя имен я не знаю, но Ярослав как бы, он всегда со страданием, эмпатически ко мне относится, звонит мне иногда и говорит, Николай, мы, конечно, много сделали за последние годы для того, чтобы у тебя все было хорошо, но не копай себе могилу, как говорится. И это действительно страшно, когда ты сталкиваешься с этими реалиями и понимаешь, что, ну, возможно, ты там пойдешь по пути Эрика Давидовича и так далее, будешь много приседать в тюрьме, будешь много книжек читать. Это, конечно, хорошо, но все остальное не очень приятно, что к этому прилагается. По поводу цензуры на Ютьюбе, самое страшное на Ютьюбе, это, на самом деле, самоцензура. Многие руководствуются ей именно, и я раньше помню, знаешь, типа, боялся какое-то лишнее слово просто сказать. Как мне кажется, многие самоцензурой занимаются слишком усиленно и можно говорить гораздо более открыто на Ютьюбе. По крайней мере, можно было до 2020 года, потому что в 2020 году, вот у вас можно матом на канале ругаться? Ютьюб по***л реально. То есть это страшно, что начало происходить с платформой. 18, по-моему, роликов из моих 20 последних получили значок желтой монетизации. Это когда ты нарушаешь какие-то правила сообщества, то есть ты либо ругаешься матом, я перестал ругаться матом в роликах, даже перестал использовать матные вставки, не проблема в целом, как бы окей, Ютьюб, если ты так этого хочешь, я могу отказаться. Все равно прилетает. Я начинаю узнавать у партнерки, в чем дело, почему желтый значок? Ну ничего там такого не было. Говорю, какие-то правильные, как мне кажется, там нужные... А за желтый значок ты меньше денег получаешь? Да ты не только меньше денег получаешь, ты в рекомендации сложнее попадаешь на главную. Я спрашиваю у своей партнерской сети, Юла, типа, в чем дело, может быть, вы проанализируете, как-то поможете мне с этим вопросом. И они присылают вот такой список тайм-кодов, где там 21 минута ты употребил слово нахрен. Я такой, ну и что, да, нахрен. Ну я вот употребил слово нахрен. Это же не матное слово. Да, это я тоже так говорю, это не матное слово, друзья мои. Можем прям словаред далее посмотреть, считается ли это матным словом или нет. Они говорят, ну вот Ютьюб в последнее время даже за слово нахрен может поставить желтую монетизацию. Некоторые вот рекламодатели слишком чувствительные стали ко всему. Например, я вот рассказываюсь и высказываюсь на тему, связанную с ЛГБТ-сообществом. Хоть что-то про это говорю, вообще в принципе, выражая какое-то отношение. А у меня отношение исключительно позитивное как бы по отношению к ЛГБТ-сообществу. То есть я не понимаю всей этой гомофобии, которая сейчас продвигается у нас и в Государственной Думе, и на телевидении. Это, по-моему, кошмарно абсолютно. Это то, за что будет очень стыдно нашим детям. Очень стыдно. Мы будем смотреть на изображение этих карикатурных персонажей, которые кричали с высоких трибун про то, как ЛГБТ-сообщество, ЛГБТ-активисты должны находиться там у себя дома сидеть и даже ничего не говорить. И нам будет очень стыдно за это. Вот как за расизм в середине 20 века в США. Если ты говоришь на такие темы, даже вот высказываясь так, как я сейчас высказался, просто касаешься темы ЛГБТ. А просто вообще, в принципе, вот касаешься в России темы ЛГБТ, то как бы большая вероятность, что все. Как бы видос прикроют. У меня все видосы про ЛГБТ набирали меньше. У меня все видосы получали желтую монетизацию. Все видосы не попадали в рекомендации. И с ними происходило что-то аномальное. Дети, какой-то шутинг в школах, если ты затрагиваешь, что это все трагедия. Если говоришь о учителях, которые позволяют себе поднимать руку на учеников, красная тема. Любое упоминание трагического события тоже красная тема. И тут непонятно. Вот если ты в начале своего выпуска, например, скажешь, я соболезную, родственникам жертв трагедии какой-то, например, упал самолет или что-то. Это ты упоминаешь трагическое событие? По идее, да. Но что, неужели за какое-то соболезнование или за какое-то упоминание тебе могут влепить ограничения монетизации? Почему, интересно? Просто ладно, ладно, бог с этими деньгами. Я готов отключать. Я вообще, в принципе, отключаю рекламу на последних роликах, потому что мне не нужна эта партнерка YouTube. Она не приносит столько мне денег для того, чтобы я захламлял свои видео рекламой и не жалел время своих подписчиков. Бог с этими деньгами, но не продвигать ролик из-за того, что ты упомянул трагическое событие, но это... Ну, это абсурд. То есть, получается, условно, на российском телевидении есть просто жесткая цензура, где ты не можешь там высказываться на какие-то темы, а в YouTube... Все должно быть очень сахарно-мармеладно. То есть, острое мнение не котируется YouTube в принципе. YouTube хочет превратиться в платформу куда более зацензурированную, чем телевидение. Я прошу прощения, вот Артем Шейнин, ведущий Первого канала, вот что себе позволяет... Артем, я прошу тебя! Ты что? Артем, пожалуйста! Ты думаешь, я языком не могу? Артем, пожалуйста! Ты думаешь, я языком не могу, Майкл? Пожалуйста! Ты что меня провоцируешь? Майкл, Майкл, вот... Ты что меня провоцируешь? Все, Артем, я тебя очень прошу прощаюсь. Полный трэш. я такого себе позволить реально не могу на YouTube. Ну, где это было вот видовно вообще там пять лет назад, кто бы мне сказал, что на YouTube я смогу себе позволить меньше, чем диктор первого канала в прайм-тайм. Понятное дело, что телевидение наше российское это вообще отдельная тема. Это то, за что нам будет еще стыднее, наверное, чем за гомофобию, хотя вряд ли. Но это тоже просто полный трэш. Но даже они там могут себе позволить, там, Соловьев, что себе позволяет, что себе позволяет Шенин, что себе позволяют многие другие, кто работает на телевидении. Это же просто отвратительно, это омерзительно, невозможно это смотреть. Я не могу такое себе позволить. А то, чтобы ролики удаляли и банили, такого у тебя не было? Было. Очень много раз. У нас был канал Рака Макафо. Мы снимали социальные эксперименты, пранки. Ты помнишь, какой был контекст? Что-то подозрительное видели здесь? Только вас. Давай, все нормально будет. Какая разница каблуки или нет? Мы тебе БТР предлагаем, а не девятку какую-нибудь. Ну что, поможем? Да, да, если можно. Можно. Мне недалеко. Вот точно можно сказать, что в 2020 году половину тех роликов мы бы не выложили. Мы бы не могли бы их выложить, их бы сразу удалили. То есть тогда не было никакой монетизации, не было никаких, по сути, ограничений. Это был нормальный, там, позитивный контент, который призывал к чему-то хорошему, к неравнодушию. Ну, ты помнишь. Половина роликов сейчас удаляется. У нас, типа, приходит иногда неделя какая-то и четыре ролика... В этом году удаляются? В этом году, да. То есть старые ролики... А это все в этом году началось? Вот так вот сильно? Повально, да. То есть у нас за этот год удалили с канала Ракомакофобу 10 или 15 роликов старых. Ну ладно, старых роликов. Которые 5 лет назад были выложены, 6 лет назад были выложены по причине жесткого контента. Хотя там, ну, это розыгрыши, понимаешь? Они всегда, в принципе, заканчивались у нас позитивно, с какой-то моралью и так далее. Просто жесткий контент. Ну, не хочет YouTube, чтобы рекламодатели отворачивались от него из-за какой-то там... Из-за какого-то сюжета, где кто-то там пистолет поднял, игрушечный, понимаешь? Может, это экстремизм, может, это терроризм. Ну все, платформа сошла с ума, на самом деле. И будет только хуже. То есть мне вот прям моя партнерская сеть пишет, будет только хуже. Это уже не независимая свободная платформа. В 2020 году, вот вместе со всем миром, она летит в пропасть. Ну, а если со стороны самого YouTube посмотреть, ну, много же помоечного контента в трендах. Ада, насилие. Я не знаю. Вот как ты относишься, например, к ролику, который там обсуждали его месяц назад, когда блогер сжег свою машину там за 13 миллионов. А потом это начали повторять другие блогеры. Это вот для чего это просто нужно зрителю? Просто хлеба и зрелищ или что это такое? Зрителям всегда нужно одно и то же. Какой бы год бы мы не встречали, всегда зрители будут смотреть на какую-то жесть. Кто что-то взорвет, кто что-то сгорит, кто себя подожжет. Так это вообще любимый контент. Можно было бы на YouTube выкладывать самосожжение, там были бы миллионы просмотров и первые строчки в трендах. Но это как бы наша человеческая природа эволюционная. Мы вот так устроены. Мы любим смотреть на что-то, что мы не можем увидеть в реальной жизни. Ну ты когда-нибудь видел, что в реальной жизни кто-то Мерседес за 13 миллионов сжег? Я, честно говоря, сам Литвина не смотрю. Я посмотрел этот ролик. Ну зрелищно. Машина за 13 миллионов сгорела. Ну это же просто... То есть понятное дело, что скорее всего занес какой-нибудь сервисный центр BMW за это. Ну не может быть все так просто. Хотя Литвин, учитывая его направленность заработка на бедных подписчиках, которые ставят деньги в букмекерских конторах, которые он рекламирует за определенный процент и так далее, он может себе в принципе позволить сжечь машину за 13 миллионов рублей. Ему какой-нибудь там X-Bet занесет в два раза больше там за последующие три месяца и так далее. BMW еще денег заплатит. Понятное дело, что это такой самопиар и акция, от которой он на самом деле ничего не теряет. Его обидел Мерседес и так далее. Он все это придумал. Но негативно к этому, вот именно конкретно к этому инциденту я относиться не могу, потому что это его частная собственность. И он может на своем канале делать с ней абсолютно все, что угодно. Причем сжигать Мерседесы, насколько я помню, на Ютубе не запрещено. Я согласен. Мусорного контента очень много. И в чем несправедливость, ты понимаешь, что нет точных критериев, что запрещено, что нет. Нет поддержки русского Ютуба. Ты не можешь написать кому-то и спросить, слушайте, а почему мой ролик заблокировали? Хоть что-то мне можно пояснить вообще? У нас судебно-правовая система в России работает, как будто бы лучше, чем судебно-правовая система там на Ютубе, в месте, где я работаю уже 6 лет. Мне никто пояснить ничего не может. Всем абсолютно плевать. У моих друзей заблокировали канал за рекламу конторы XBET. Окей, нельзя рекламировать платформу XBET. Почему другие тогда рекламируют? Почему одни люди сидят в пожизненном бане за XBET, а другие люди рекламируют XBET до сих пор, и что-то ничего с ними не происходит? Вот как это возможно? Но они бесстрашные, значит, им показательный пример ничего не учат. Ну, мои ребята тоже были достаточно бесстрашные, именно поэтому они рекламировали. Сколько бы я им не говорил, хватит заниматься этой ***, они рекламировали XBET, но в итоге их заблокировали, других нет. Ну, как бы, все должны быть равны перед законом, правильно? А ты не рекламировал никогда ставки каперов? Я никогда не рекламировал. Я один раз прорекламировал сториз каперов. Это было в 2017 году перед боем первым Конора и Хабиба. И на тот момент времени слово каперы, вот оно было не настолько распространено, как сейчас. То есть, я условно даже не знал, что такое каперство. Мне сказали, это люди, которые учат ставить на разные прогнозы и так далее. Я такой, учат, окей, пусть учат. Я прорекламировал сториз, мне звонит эльф и говорит, Николай, ты знаешь, что это такое? У меня даже до сих пор голосовухи от него сохранены. Он говорит, это же полная бодяга. Я говорю, в смысле, они учат людей. Мне скинули канал, я посмотрел, кто-то там какие-то стратегии продает. Он говорит, ты дурачок, что ли, не понимаю? А я, ну, в 2017 году особенно там не отличался, знаешь, какой-то образованностью во всем, прям, скажем. Я им говорю, да, мне показалась нормальная тема. Он говорит, ну, удали это, пожалуйста, верни деньги. У меня очень большое количество, знаешь, старых знакомых со школы пострадало из-за этого прям конкретно. Когда всякие уроды, видеоблогеры начали рассказывать о том, как они зарабатывают по 15 миллионов в месяц на каперстве. Я пошел к чуваку, который в компании Яндекс занимался букмекерскими конторами на протяжении 8 лет. Он был там каким-то координатором или аналитиком этих букмекерских контор. Я ему сказал просто, слушай, дружище, а вот 15 миллионов рублей возможно заработать? Он говорит, я знаю многих профессиональных ставочников, они зарабатывают 200 тысяч в месяц в среднем. Никаких 15 миллионов, никаких 2 миллионов, никакого миллиона стабильный, ты со ставок не вытащишь. Это то же самое, что в казино пойти и пытаться там на казино поднять бабушку. Это же вранье, это вранье, это мошенничество, это уголовное преступление, это нажива на своей аудитории. Вот мне часто говорят там, что-то так жестко по отношению к своим коллегам, к Литвину, к кому там еще, к ребятам, которые занимались, к Динату, короче, всем каперам, которые промышляют. Половина Ютуба. Половина Ютуба, понимаешь, половина Ютуба, которые с кристально честными глазами потом смотрят в камеру и говорят, да нет, ну это нормально, это реальные заработки, это 99% результата. Ну их надо посадить, я считаю. Ну типа как минимум не посадить их, как минимум надо оштрафовать по-крупному. А ты ушел, а ты ушел с Ютуба. Кто же этим займется, Коля? Да, я на самом деле не то чтобы ушел с Ютуба, я взял перерыв, никто не говорит, что я не буду вообще в принципе что-либо высказывать и что-либо обозревать. Сколько каперы платят за рекламу? Ты в курсе? Да, просто дохрена. Ну например. У Литвина, по-моему, с XB там контракт только на Телеграм эксклюзивный на 7 миллионов в месяц. Это только Телеграм за сториз по миллиону рублей. Миллион рублей сториз стоит у некоторых блогеров. Я не знаю насчет Литвина, по-моему, тоже в районе полумиллиона, миллиона рублей за сториз. Это огромные деньги. Они берут сразу пакетом. Рекламодатели на Ютубе обычно берут ролики точечно. Очень редко кто покупает сразу же три ролика вперед или пять роликов вперед. Это не очень выгодно, потому что когда ты на одном и том же канале рассказываешь про одно и то же, про одну и ту же интеграцию, конверсия уменьшается. XBet им насрать. Они берут просто, чтобы была упоминаемость пакетом сразу же. Они берут на месяц вперед. Они заключают контракты на полгода вперед. Это семизначные цифры, может быть, даже восьмизначные случаи некоторых людей. То есть огромные деньги. Сотни миллионов рублей? Я думаю, да. Я думаю, конечно. Я уверен, что уже есть в России блогеры, с которыми заключили контракт под 100 миллионов рублей. Больше, чем 100 миллионов рублей заработали несколько блогеров на каперстве. Это точно. Какие-то порядочные рекламодатели вообще могут сравниться с такими суммами? Нет. Никто. Только а, ну только букмекерские конторы и вот как раз каперские конторы. Нет, никто больше не может сравниться. Да ты что, это бешеные деньги. Ну кто за сториз миллион платит? Кто сразу же пакетом берет там? Кто 7 миллионов в Телеграм заливает? Понимаешь, ну там, то есть как бы один блогер может заработать 20 миллионов рублей. Эдвард Билл может заработать 20-25 миллионов рублей за месяц. Мог, по крайней мере, там в 19-м году, когда занимался ставками. То есть он наварил с людей деньги, кинул их, вот, вот вам уголовный преступник. То есть как бы человек, который кинул людей. Это факт. То есть в Ютубе полно преступников? Да. Это точно. Ну то есть типа это не голословное заявление, ребята. Это типа абсолютно так и есть. И с этими людьми, по сути, ну нельзя здороваться за руку даже. Не то, что там брать у них интервью, приглашать их на канал. Это преступники. Кто тебе симпатичен из блогеров, из музыкантов? Мне нравится смелость экспериментов, если касательно артистов Ивана Дорна, безусловно. То, что он смог уйти в менее популярный формат. Да, да. Человек занимается музыкой, он любит музыку. Я люблю Ивана Дорна за это. Мне нравится душевность и то тоже, каких результатов смог достичь Макс Корж. Я был на его концерте и это невероятный масштаб. Четыре или сколько? Три с половиной часа он стоял на сцене. Видно, что человек очень любит сцену. Это слышно в каждой нотке его песни. Он искренний, понимаешь? Часто слушаешь артистов и думаешь, блин, ну что-то тут не так, не понимаю, что? Вроде все в ноты, вроде все там туда. Ну вот как-то вот, как будто бы что-то вот не так. Это как бы вот на подсознании у нас происходит. Я слушаю музыку аналитически, многие просто, знаешь, как слушают музыку и слушают. Макс Корж это пример из истинно честного исполнителя. Из блогеров, кто что делает. Сейчас ты классически ответишь Дути, редакция. Ну блин, вот я хотел сказать сразу же, не хочется брать лица с экрана. Ну то есть они профессионалы. Понятное дело, что они создают супер качественный и востребованный контент и как бы, что тут взять. В основном на рынке у нас в медиасфере тиктокеры выбились в тренды. Я считаю, что это достаточно временный тренд и в итоге из 50 популярных лиц у нас останется 5. Как это обычно бывает. Сейчас немножко подспадет этот тренд. А что там в наследии останется, непонятно. Типа, что за тиктоки можно будет пересмотреть и так далее. Что останется со временем. И что главное эти ребята будут делать, когда тренд тиктока спадет. Типа, они умеют вообще создавать контент? Что-то они умеют вообще? У тебя у самого есть тикток, даже с галочкой. Нет, у меня нет тиктока и даже с галочкой нет. Какой-то есть Соболев с галочкой точно твой. Наверное, была реклама, не выкладывал вообще. Там два видео есть. А, ну да, это было просто, типа, знаешь, когда тикток только появился в России, я был задействован в рекламной кампании тиктока. Сколько ты зарабатываешь? Они менеджером выложены видосы чисто для того, чтобы был контент, для того, что когда ты делаешь рекламу тиктока, туда кто-то перешел, знаешь, что-то посмотрел. Вот, там 3000 подписчиков, 8000 лайков и вообще ничего нет. 8000 лайков там? Да. Охренеть. Слушай, можно было стать популярным тиктокером. Ты даже подписан на 13 человек, я тебе так скажу. Удивительно. А почему ты туда не лезешь? Ну почему? Я занят музыкой. У тебя такая, вот я скажу, что ты сотрудничаешь с Wild Jam, это крупнейшее наше блогерское рекламное агентство. Dream Team, они помогают, руководят, управляют. Мне кажется, ты бы мог попасть в реки. Мог бы 100%, но не горит пока, наверное. Сейчас посмотрим. Вообще, в продвижении музыки сейчас в России большую роль реально играет тикток. Меня это чрезвычайно расстраивает, потому что приходится адаптироваться под новые веяния времени, и это иногда делать прям, ну, не хочется. Там, танцевать в тиктоке? Нет, я не буду никогда танцевать в тиктоке. Нет, может быть, с кем-то я там, потанцую в тиктоке, но, типа, свой контент создавать. Я вообще, в принципе, люблю танцевать, типа. Я занимался единоборствами, это очень сильно развивает пластику. И каждый раз, когда мы залетаем с ребятами в клубы и так далее, я, знаешь, вот все время на интервью, вот я жду, когда же наконец появится интервью, которое затронет совершенно мою другую сторону, реально. Никто ее вообще в жизни не видит. Никто просто не видит, как мы отрываемся, реально. Есть вокруг меня, сумасшедшие люди и я один из них. Я самый сумасшедший, понимаешь? В чем это появляется? Ну, в том, сколько мы можем это делать. Типа, сколько мы можем тусить без сна и без наркотических препаратов, понимаешь? То есть у нас с моей девушкой были тусовки, которые не заканчивались несколько ночей, и мои друзья мне писали, я не верю, что ты не под чем-то. Без алкоголя? Нет, с алкоголем, безусловно. То есть ты просто любишь выпить? Мы любим выпить, да. Ты давно не загоняешься из-за лайков, из-за просмотров? Ну, конечно. Нет, понимаешь, в чем дело, я был больным человеком на эту тему, абсолютно больным. То есть я чекал статистику каждый день, и в один момент я понял просто, что в этом нет смысла. В этом нет смысла, потому что, во-первых, ты начинаешь подстраиваться и изменять свою стратегию, которой ты должен придерживаться по внутреннему какому-то чувству, то есть ты перестаешь создавать то, что тебе нравится. Это неправильный путь. И ты начинаешь очень сильно загоняться, и ты в свою жизнь это настолько вовлекаешь. То есть у меня много друзей больных, которые не могут как бы без телефона даже в кино находиться. Мы идем на фильм, а они сидят с этим зажженным экраном, и я невероятно психую каждый раз. Я такой, ну почему же вы не хотите вжить в жизни? Знаешь, все время поехать куда-то на отдых и думать каждый день, какую публикацию сделать, из какого места, и вот какой ракурс лучше наберет лайков. Это полдня на это уходит, но я не готов так жить реально. Я хочу смотреть на то, что нас окружает, а не выбирать фильтр. Ты считаешь себя тщеславным человеком? Николай Соболев. Да в какой-то степени мы все тщеславные, все блогеры. Тщеславие, понимаешь, оно формируется, мне кажется, еще на каком-то первом этапе социальной адаптации, когда ты в детский сад идешь, и вот там вот, знаешь, всегда же есть какие-то более популярные люди, популярные девочки, за которыми там ухаживают. Это же тоже, по сути, популярность какая-то, популярность в школе, к которой ты стремишься. Особенно, если ты там постоянно выступаешь где-то, понимаешь? То есть постоянно ты на публике появляешься. Я был также артистом, солистом театра школьного на протяжении двух лет. Это замечательный был опыт, который как раз-таки направил меня на этот путь. И тщеславие, и любовь к сцене, и любовь к вниманию это какие-то вот прям очень синонимичные вещи, как мне кажется. Если ты любишь сцену, если ты любишь внимание, ну получается, ты тщеславный человек в какой-то степени. У тебя плохие отношения со всеми, кого ты песочишь в роликах? Я просто говорю обычно то, что думаю, это факт. И я стараюсь делать это в последнее время аргументированно. Я могу и похвалить, и покритиковать одновременно. Поэтому люди к этому в целом относятся нормально. Своих друзей я стараюсь, понятное дело, жестко прям не трогать. Если они сделали что-то совершенно как бы непозволительное, я скажу, но я это не одобряю. Ну как бы, вот я сейчас сказал там про Даву, у нас с ним в целом там хорошие, приятные отношения, мы общаемся с ним, как бы. Мы с ним на Форт Боярде познакомились, и там как бы заобщались. У меня есть моменты, из-за которых я отношусь к нему, прямо скажем, скептически. И мне кажется, он достаточно хитрым человеком, который может втесаться в доверие. Да-да-да, очень похож на такого. Очень похож на хитрого жука. Который втерся в доверие к Ольге Бузовой. От меня отписался, из друзей удалился, даже не извинился. Который втерся в доверие к Филиппу Киркорову. Роли на руке. Что гораздо более странно, ну как бы, хотя имея за плечами бэкграунд в виде Ольги Бузовой, уже втереться к Филиппу Киркорову немножко полегче. Но, как бы, да, вот, пожалуйста, идеальный пример популярного хайпового фита, который, да, зашел там на много миллионов просмотров, но музыкальная ценность в этом и стиль, который они там пропагандируют, мне, ну, стыдновато на такое смотреть, честно говоря. Опять это роли на руке, опять эти бабки, опять эти ЛВ, ребята, прекратите это носить. У брендов с вами проблемы уже возникают. Там, типа, вы в Блэклистах у Суприма и Луи Витон. Многие артисты, знаешь, российские, потому что появляется, ну, были такие истории, появляется там коллекса Суприм плюс Луи Витон. Сразу же Яна Рудковская скупает все и все такие, это никто не хочет носить после вас, ну, хватит уже реально. Ты часто в своих роликах пытаешься что-то менять, агитируешь за это людей. Мне нравится быть таким человеком. Можно ли вообще что-то поменять? Как ты считаешь? Нет, поменять никого нельзя. Ты понимаешь, мир у нас не делится никогда на плохое и хорошее, на холодное, на горячее, на зло и добро. Есть всегда в мире какой-то баланс добра и зла. Ты не можешь победить зло, искоренить его, особенно если ты блогер Николай Соболев. То есть, типа, невозможно это, невозможно искоренить каперство, тем более невозможно поменять дела в Российской Федерации, понимаешь, когда ты блогер. Я могу на это как-то повлиять, и скорее даже не на систему, скорее даже на мышление людей, для того, чтобы дальше мы по крупице формировали какое-то новое общество, новую свободную страну и Россию. Я объясню тебе, мне нравится чувствовать какое-то определенное влияние на людей, и нравится мысль о том, что я могу на кого-то позитивно, положительно, как мне самому лично кажется, повлиять, на позицию еще это повлиять, понимаешь, потому что мне не нравится, что происходит в нашей стране, я об этом открыто заявляю, и если я начну перечислять, что мне не нравится, у нас тут и пяти часов интервью не хватит. Я не отрицаю, что в Америке эти проблемы тоже существуют и присутствуют, либеральное общество, оно как будто бы немножечко скисает. Хотел спросить про телеграм-каналы, как ты относишься к ним, особенно к анонимному? У меня появляются в последнее время слухи, они неподтвержденные, что правительственные ведомства скупают крупные каналы за огромные деньги, последняя сделка, которая была совершена, насколько я помню, миллион долларов, там был вопрос. Достаточно крупный канал был приобретен, мне кажется, правительственным ведомством. Ну, то есть, это прям такая сфера влияния, которую хочет завоевать. И не только это, кстати говоря, я тут услышал про некоторые еще другие контракты в медиасфере, которые хотели заключиться, и заказчиком были ребята оттуда, и такой, вау. Ты доверяешь телеграм-каналу? Ты там информацию проверяешь? Я никому не доверяю. Нет, я проверяю информацию в разных источниках всегда. То есть, если об этом пишут разные, более-менее авторитетные источники, то я в целом склонен доверять информации, потому что, но если не так, то как проверять ее? Ну, конечно, телеграм-каналы, они... А как можно доверять телеграм-каналам, когда там нет ни самоцензуры, ни цензуры вообще никакой? Типа, можно бросить что угодно. Никто не контролирует, никто не наказывает и так далее. Ну, то есть, типа, самая, наверное, непроверенная информация, она из ТикТока. Там тоже... Фу, это не из ТикТока, оговорка по Фрейду. Она... Она из Телеграма, да. И вот у меня Телеграм лидирует в пять раз. Я в Инстаграме не сижу вообще. В ВК иногда просто по фану ленту листаю, потому что у нас с друзьями такое увлечение трэш-контентом, знаешь? Я трэш-контентер. Типа, мы с ребятами не смотрим там, давно уже какой-то... Если мы собираемся вместе, мы не смотрим Дудя или качественный контент, такие сидим, вдупляем. Я это один смотрю. Если мы с ребятами не собираемся, мы смотрим прям хрень. Понимаешь? Над чем можно реально приколоться. То есть мы включаем жёлуди, арому там, знаешь, какой-то канал астроктусовка, где он рассказывает про антимефедроновые тренинги. Ну то есть какая-то прям чушь. И мы вот сидим такие, господи, мы прям проникаемся вот в шизофрении в чистом виде. Мы прям ценители. Ценители вот этого. Деньги на тебя на каком месте в жизни? Вот если знаешь, там такую, представить, такой пьедестал, там здоровье, или любовь. На четвертом или пятом, наверное, вот если перечислять. Ничего нет важнее, чем здоровье и психическое здоровье. Если ты становишься психопатом, то всё. Твоя жизнь как бы летит, если ты сошёл с ума из-за там наркотиков или популярности, ты уже не сможешь стать нормальным человеком вообще никак. Человек, который рядом со мной, родители, которые меня сформировали, это самое важное в жизни, безусловно, потому что без них не было бы меня вообще. Я считаю, что тут набор генетических каких-то параметров и социальных, что они вложили в меня, это вот прям то, что перед вами сидит сейчас. На третьем месте увлечение и работа. Работа, которой я занимаюсь, то есть это то, что тебе должно быть нравится. Я вот несколько раз за интервью говорил, я прям придерживаюсь этому пункту полностью. Делаю только то, что мне хочется. И на четвертом месте, наверное, финансовое благополучие, потому что это создаёт определённый комфорт и даёт определённые возможности. Ты можешь создавать большие проекты, если у тебя есть деньги. и путешествовать. Самое главное там, как говорил Габриэль Гарсио Маркес, вы будете там на смертном адре жалеть о том, что вы мало путешествовали, мало общались с семьёй и мало там любили. Сколько тебе в месяц надо? Ну, я обеспечиваю команду, у меня аренда 200 плюс 200, плюс студия, ещё где-то 100 в месяц. Работников у меня 10 человек. Ну, полтора миллиона рублей где-то трачу, миллион семьсот, наверное, даже. Это на бизнес или на всё-всё? На всё, на аренду, ну, как бы на жизнь в целом, ну, 2 миллиона рублей уходят, наверное, на всё-на всё. Типа плюс там, если путешествия, то там уже больше. Если будет у меня денег меньше, я сокращу расходы, их можно сократить. Деньги, как бы они, ну, прибавляют комфорта, но не прибавляют чувство вот этого счастья, эйфории. Эйфория уходит спустя месяц, спустя три месяца. Человек — это самое адаптивное существо в мире, ты знаешь? Самое выносливое существо на планете. Мы поэтому так и развились, как бы, потому что мы всё время, нам всё время мало. И вот мы получаем миллионы рублей, такие, да, миллионы рублей, это то, о чём я мечтал. Зачем мне больше миллионов? А послезавтра уже мало. А послезавтра ты уже такой, блин, они зарабатывают три вообще, вот тут как бы я миллион потратил, типа вот три, было бы прикольно, потом миллион долларов, как бы... Нет амбиций заработать, миллиард долларов? Миллиард долларов нет. А вот какая такая сумма перед тобой сейчас стоит? Ну, смотри, ну, я хотел бы, безусловно, для максимального уровня комфорта, там, иметь... иметь свою яхту, наверное, не очень рентабельно, то есть лучше снимать яхты и так далее. Говоришь, как Михаил Фридман. Я всегда говорю об этом открыто и называю людей, которые обвиняют, там, других людей в том, что они хотят яхту, ну, дураками просто какими-то, потому что яхту, на самом деле, хотели бы все, потому что это здорово. Это классно. Да, это классно. Кто скажет, что это плохо? Кто скажет, что об этом... Шампанское на яхте, в разных странах, желательно, там, в своей недвижимости, понимаешь? Хотел бы вложить для того, чтобы осталось детям. Я бы хотел прямо вот давать жизни, давать перспективы и движения вот всем людям, которые меня окружают, чтобы они были рядом со мной в этот момент. Потому что одному отдыхать на личной яхте, летая куда-то на личном самолете, на личном острове, это невероятно скучно. Оскар Хартман как-то брал у меня интервью, и он говорит, что, ну, всегда, чем более люксовая ты, чем больше ты тратишь деньги, тем больше ты обособлен от людей. Зачем быть миллиардером? Для того, чтобы быть одиноким странником на своем личном острове? Вряд ли. Твой отец предприниматель, да? Да, да, да. Чем он занимается? Сейчас он орансье, как это правильно говорится. То есть он занимается тем, что он задает объекты, в аренду и живет на спокойной пенсии в прекрасном месте на берегу океана вместе с моей любимой мамой. Раньше он занимался сувенирным бизнесом 15 лет. У него было несколько точек по Санкт-Петербургу. Привозы туристов. Они покупали матрешки. Я там, кстати говоря, работал целый год. Продавал эти самые папье-маше и так далее. У меня был достаточно неплохой английский. На канале Грибоедова где-то стоял. Набережная реки и Мойки. Прямо напротив дворцовой площади была у него точка, где Певческий мост. Там и не работала. Потом у нас была точка на 33-м причале. И на новом причале у нас была точка. То есть круизные лайнеры приходили, они сразу же высаживались на берег и первое, куда они попадали, это магазин моего отца. Это твоя первая работа была? Да. Первая работа. Но у меня была и вторая. Я работал официантом три месяца в ресторане Брилов. Брилов. Кабара и Онегин ресторан Брилов. Истинный петербуржит. Вот. Ну работа была так себе на самом деле. Я за три месяца заработал, по-моему, 5000 рублей. Меня еще кинули на бабки потом. Кстати говоря, вот тот, кто кинул, я передаю привет вам с канала Forbes. Раз уж разговор про деньги, верните мне мою пятеру. Есть такое мнение, что блогинг сейчас единственный по-настоящему хорошо работающий социальный лифт в России. Что ты думаешь? Это так и есть, наверное. Ну а какой еще? Блогинг, медиасфера, связанная с интернетом, где у тебя нет ограничителя какого-то в виде работодателя и где ты свободно творишь. Потому что, ну, если ты идешь работать в государственную систему или вообще на какую-то обычную работу... В частный бизнес какой-нибудь. В частный бизнес, да. Ну, частный бизнес, это прям, скажем, социальный лифт. Мой батя уехал в Америку и не вспоминает о бизнесе больше никогда, потому что в 2005 году на него было совершено покушение. И после этого, знаешь, у него сильно отбилось желание заниматься бизнесом в России. Когда Моргенштерн, сидя на интервью Дудя, говорит, ну, благоприятная страна для бизнеса в целом, а потом через полминуты заявляет, что у нее у мамы отжали бизнес, она уехала в Испанию жить. Ну, типа, вот, вот вам показатель того, что, как это происходит. Да и не только это, на самом деле. Посмотрите вокруг. Типа, коронавирус. Многие предприниматели страдают. Что делает государство? Ну, это же просто, что за санкции такие? Это что за меры поддержки малого и среднего бизнеса? Все срали на малый и средний бизнес. Все сверху хотят лишь прикарманить его. Много ресторанов сейчас перешло во владение к другим персонам, куда более влиятельным в политическом плане, но я об этом просто знаю. Они скупают недвижку по дешевке. То есть ты считаешь, что это такой триггер нездоровой ситуации, то, что блогеры это единственный социальный лифт у нас? Очень нездоровая ситуация, потому что сейчас стать блогером и продвинуться гораздо сложнее в моем представлении, чем раньше. Да, появился ТикТок, ну и как бы в ТикТоке уже все немножечко подсхвачено. До появления ТикТока вообще я ребятам с вами, которые хотели заняться блогерством, говорил, ну вы опоздали, вы типа в 2015 году должны были это делать. Сейчас уже уровень продакшена другой совершенно. Ты не можешь уже просто начать, не имея бэкграунда за спиной, ты не сможешь продвинуться. Но да, все равно самый благоприятный социальный лифт он здесь. То есть типа в ТикТоке могут стать популярными абсолютные там бездарности, снимая какую-то абсолютную ерунду и вероятно они не претендовали бы ни на что другое в жизни, особенно если бы пошли бы там на работу. Но что сейчас, куда можно пойти на работу в целом? Официантам в начале? Вот я на что претендовал после окончания экономического УЗа? на работу в кредитном отделе каком-то или подниматься и так далее. Но это просто трэш, но серьезно. Как это возможно? Потому что многие дети заболевают этим и тут как с творчеством. Если ты заболел лайком и хочешь стать блогером, тебе потом уже как-то прям не хочется влезать в шкуру обычного работника с зарплатой в 40 тысяч. Как работается на зарплате в 40 тысяч? Мне очень жалко врачи и учителей. Знаешь, когда стримеры зарабатывают за стрим там 300-400 тысяч рублей. Ну, по сути, просто разговаривая на камеру, а учителя и педагоги 40-50 тысяч зарабатывают. Вот какая мотивация будет у детей, которые видят все это прекрасно, идти в педагоги и заниматься профессиональной врачебной деятельностью, учиться 8 лет для этого, когда ты можешь взять TikTok и спустя неделю стать популярным. 8 лет учиться на врача и потом работать всю жизнь на зарплате там с потолком в 100 тысяч рублей, в регионах там 50 тысяч рублей, либо просто начать снимать видео в TikTok или в YouTube стать популярным и зарабатывать в 10 раз больше в 100 раз менее короткое время. К сожалению, так, но пожелай как эксперт в этом деле, как столько зарабатывать за такую деятельность нашим зрителям. Наррось заниматься тем, что ты умеешь и то, что тебе нравится. Развивать в себе таланты и искать в них в себе. То есть, ну, как-то профориентироваться, пораньше начинать об этом думать, наверное, не вестись на всю эту красивую жизнь, на эти гелендвагены золотые, красные, не вестись на все эти деньги, потому что, ребят, поверьте мне, большинство блогеров, которых я знаю, несчастные люди, которые вечно депрессуют из-за того, что у них что-то может не получиться в итоге, что их кто-то забудет. У них появляется много денег и не появляется навыков, как ими управлять. Это большая проблема. Они спускают свои деньги, спускают свое состояние, спускают свою популярность, дальше не знают, как пробиться обратно, и они в заперти, они просто в капкане у самих же себя, у своей собственной головы больной. Спасибо большое, Николай, что пришел к нам. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Да, вот это вот блогер, пишите колокольчик. Сделайте так, чтобы красная кнопка стала серой, как говорят блогеры некоторые. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»